Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Четверг, 2 ноября и давайте посмотрим, с чем у нас начинается сегодняшний торговый день. Вчера пара евро-доллар пыталась уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 30-31 октября. Смогли закрепиться ниже данного уровня, но сегодня с утра мы видим уже торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 1 ноября и 31 октября. На текущий момент остается боковик по паре евро-доллар, преобладает пока тенденция нисходящая. Если говорить о возобновлении покупок по данной паре, то нам нужно увидеть как минимум закрепление выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть именно за областью 1.1658. Сейчас мы видим только попытки преодолеть данный уровень, но пока закрепление не произошло. Тенденция основная остается на снижении евро по отношению к американскому доллару с ближайшими целями движения в область 1.1599 и далее уже на 1.1570. Пара британский фунт, американский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Это область 1.3239. Преодоление и закрепление за данным уровнем уже вернет нас к продажам по данной паре. Цели по восходящему движению по продолжению находятся в области максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.3322 и далее уже на 1.3353. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает укрепляться. Ближайшие цели по восходящему движению находятся в области максимальных значений вчерашней торговой сессии. Это область 1.1428. Ну а ближайший разворотный уровень, после которого мы можем уже предполагать продажи, находится в области 1.11362. Пара американский доллар, канадский доллар сегодня с утра преодолевает минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. В области 1.2855 и сейчас происходит закрепление за данным уровнем, что в свою очередь нам дает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данной паре. Отмена данного сценария и возврат к покупкам уже будет актуален после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это область 1.2911. Пара австралийский доллар, американский доллар также сегодня с утра преодолел также максимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник. И закрепилась за областью 1.7695, поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции по данной паре мы можем говорить о начале восходящего движения. Отмена данного сценария и возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.7646. Пара еврофунт сегодня также торгуется вблизи максимальной значения вчерашней торговой сессии. Это область 87.81. Если удастся закрепиться за данным ценовым значением, то мы можем уже говорить о начале коррекционного восходящего движения по данной паре. Ну а пока этого не произошло, основная тенденция остается на ослабление с ближайшими целями движения в область 87.28 и далее 86.50. Золото на текущий момент продолжает укрепляться. Ближайшие цели по восходящему движению это закрепиться выше отметки 1.281 за тройскую унцию и далее двинуться уже на 1.305. Ближайший разворотный уровень, в свою очередь который нам скажет о возврате к продажам, находится на минимальных значениях вчерашней торговой сессии в области 1.267 за тройскую унцию. Нефть марки Brent пока продолжает укрепляться. Вчера к концу дня торговались вблизи минимальных значений 31 октября, закрепиться ниже данных значений ценовых пока мы не смогли, поэтому тенденция остается на укрепление. Возврат к продажам будет актуален после закрепления ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 60.33. С целями по движению вниз в области 58.66, 57.78 и далее на 56.72. Покупки остаются пока в приоритете, пока мы не закрепились ниже данных уровней с целями движения в области 62.19 и закреплением за данным ценовым значением. Индекс DAX продолжает укрепляться, штурмует новые высоты, новые исторические максимумы. Вчера доходили до отметки 13.488 и пока тенденция не ослабевает. Тенденция идет на укрепление. Ближайшийся разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера в области 13.232. Точно так же и биткоин. Рекорд за рекордом. Сегодня с утра уже торговались в области максимальных значений, практически подходили к 7.000 за 1 биткоин. Поэтому на текущем момент тенденция на укрепление также остается в приоритете. Ближайшийся разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера в области 6.355 долларов за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание С вами был Исаков Роман Как всегда, ваши вопросы оставляйте под комментарием к этому видео Ставьте лайк, если оно было вам полезно Если оно вам понравилось И увидимся на наших следующих видео обзорах Всем спасибо и до свидания